Проблемы развития науки в современной России Авторы Екатерина Сергеевна Шклавцова Кандидат биологических наук Член Рабочей партии России Иван Александрович Протопопов Верстальщик Член Рабочей партии России Наука как общественное явление Российская наука практически по всем показателям Отстает от мирового уровня Это объективный факт Уже более 30 лет в нашей стране Ученые задают извечные русские вопросы Кто виноват? То есть, почему Россия отстает? И что делать? То есть, как России выйти вперед? На такие вопросы невозможно ответить Если рассматривать науку идеалистически Не взирая на действительность И на ее исторические предпосылки Материалистический же подход Позволяет не только найти ответ Но и превратить его в программу действий Для этого науку нужно рассмотреть Как общественное явление А значит, изучить ее историю Как в нашей стране Так и в других странах Если не углубляться в детали открытий То первой наукой была философия Учение о наиболее общих законах природы Наука была прежде всего Познавательной деятельностью И она не была напрямую связана с экономикой Во времена рабства и крепостничества Ее основой был ручной труд Капиталистический способ производства Был основан уже на личной свободе И механизации труда Карл Маркс в экономической рукописи 1861-1863 годов Писал Что именно капитализм Связал науки с производством А развитие производства Стало источником развития науки Сноска номер один Цитата Применение природных агентов В известной степени включения их В состав капитала Совпадает с развитием науки Как самостоятельного фактора Процесса производства Если процесс производства Становится применением науки То наука Наоборот Становится фактором Так сказать Функцией Процесса производства Каждое открытие Становится основой Для нового изобретения Или для новых Усовершенствованных Методов производства Только капиталистический Способ производства Впервые ставит Естественной науке На службу Непосредственному процессу Производства В то время как Наоборот Развитие производства Предоставляет средства Для теоретического Покорения природы Наука получает призвание Быть средством Производства богатства Средством Обогащения Конец цитаты Маркс Карл Энгельс Фридрих Сочинение Второе издание Том 47 Страницы 553-556 Конец сноски Итак Именно капитализм Связал науки С производством А развитие производства Стало источником Развития науки Этот взаимный прогресс Привел к появлению Прикладных наук Следует отметить и то Что Цитата Капитал не создает науки Но он эксплуатирует ее Присваивает ее Для нужд Процесса производства Тем самым Одновременно происходит Отделение науки Как науки Примененной к производству От непосредственного труда Сноска Номер два Капитал не создает науки Но он эксплуатирует ее Присваивает ее Для нужд Процесса производства Тем самым Одновременно происходит Отделение науки Как науки Примененной к производству От непосредственного труда В то время как На прежних ступенях Производства Ограниченный объем Знаний и опыта Был непосредственно связан С самим трудом Не развивался В качестве Отделенной от него Самостоятельной силы И поэтому В целом Никогда не выходил За пределы Традиционно Пополняемого И лишь Очень медленно И понемногу Расширяемого Собирание рецептов Конец цитаты Маркс Карл Энгельс Фридрих Сочинение Второе издание Том 47 Страницы 553-556 Внедрение В производство Знаний Технологий И изобретений Привело К качественному Преобразованию Производительных сил Которые назвали Промышленной Революцией Например Внедрение Парового Двигателя Привело К переходу От Мануфактур К фабрикам А Использование Электричества Позволило Перейти К поточному И конвейерному Производству Таким образом Существенно Повысилась Производительность Труда За счет Чего Можно было бы Уменьшить Продолжительность Рабочего дня Уменьшить Безработицу И высвободить Время Для свободного Развития Рабочих Однако При капитализме Рост Производительности Труда Вместо Сокращения Рабочего дня Приводил И приводит К сокращениям Штатов К снижению Заработных плат И к росту Безработицы Сноска Номер Три Цитата Производительность Капитала Даже если Рассматривать Одно только Формальное Подчинение Труда Капиталу Состоит Прежде всего В принуждении К прибавочному Труду К большему Количеству Труда Чем то Которое Необходимо Для удовлетворения Непосредственных Потребностей Конец Цитаты Это не могло Не вызвать Сопротивление Рабочих И вместе С капитализмом Началось И Рабочее Движение За повышение Зарплат За уменьшение Рабочего дня И За улучшение Условий Труда Рабочий Класс Заинтересован В развитии Промышленности Но Не Эксплуатацией В интересах Рабочего Класса Производство Как можно Более крупное И как можно Более Концентрированное Что Облегчает Сплочение И организацию Рабочего Движения Поскольку Капитал Использует Науку Для нужд Производства А Производство Использует Для получения Прибыли То В капиталистических Странах Поддержку Получают Прежде всего Те направления Науки Которые Могут Увеличить И ускорить Их Прибыль Например Владельцам Предприятий Выгодно Дробить Их Чтобы Чтобы Можно Сильнее Мешать Рабочему Движению К примеру Склады И мастерские Разбросаны По Провинциям Страны И Управляются По Телемосту Из Столицы А то И Из-за Границы Мировой Капитализм Находится На стадии Империализма Цитата Империализм Есть Капитализм На той Стадии Развития Когда Сложилось Господство Монополий И Финансового Капитала Приобрел Выдающееся Значение Вывоз Капитала Начался Раздел Мира Международными Трестами И Закончился Раздел Всей Территории Земли Крупнейшими Капиталистическими Странами Конец Цитаты Сноска Номер Четыре Цитата Если бы Необходимо Было Дать Как можно Более Короткое Определение Империализма То Следовало Бы Сказать Что Империализм Есть Монополистическая Стадия Капитализма Такое Определение Включало Бы Самое Главное Ибо С одной Стороны Финансовый Капитал Есть Банковый Капитал Монополистический Немногих Крупнейших Банков Слившийся С капиталом Монополистических Союзов Промышленников А с другой Страны Раздел Мира Есть Переход От Колониальной Политики Беспрепятственно Расширяемой На Незахваченные Ни одной Капиталистической Державой Области Колониальной Политики Монопольного Обладания Территорией Земли Поделенной До конца Но Слишком Короткие Определения Хотя и Удобны Ибо Подытоживают Главное Все же Недостаточны Раз из них Надо особо Выводить Весьма Существенные Черты Того Явления Которые Надо Определить Поэтому Не забывая Условного И Относительного Значения Всех Определений Вообще Которые Никогда Не могут Охватить Все Сторонних Связей Явления В его Полном Развитии Следует Дать Такое Определение Империализма Которое Бы Включало Следующие Пять Основных Его Признаков Первый Признак Концентрация Производства И капитала Дошедшая До такой Высокой Ступени Развития Что Она Создала Монополии Играющие Решающую Роль В хозяйственной Жизне Второй Признак Слияние Банкового Капитала С промышленным И создание На базе Этого Финансового Капитала Финансовой Олигархии Третий Признак Вывоз Капитала В отличие От Вывоза Товаров Приобретает Особо важное Значение Признак Четвертый Образуются Международные Монополистические Союзы Капиталистов Делищие Мир И Пятый Признак Закончен Территориальный Раздел Земли Крупнейшими Капиталистическими Державами Империализм Есть Капитализм На той Стадии Развития Когда Сложилось Господство Монополий И Финансового Капитала Приобрел Выдающиеся Значения Вывоз Капитала Начался Раздел Мира Международными Трестами И Закончился Раздел Всей территории Земли Крупнейшими Капиталистическими Странами Конец Цитаты Ленин Владимир Ильич Полное Собрание Сочинений Пятое Издание Москва Госполит Издат 1969 Год Том 27 Страницы 386 387 Конец Сноски Империализм Существует Везде Независимо От степени Развитости Отдельных Стран Чем слабее Страна В экономическом Политическом И военном Отношении Тем более Она зависит От Сильных Держав Производство В разных Странах Развито Неравномерно И Настолько Неравномерно Развита И Наука При Империализме Когда Господствуют Монополии Это Проявляется Еще Ярче И В мировом Масштабе Растущие Сложность И объем Научного Знания Потребовали Сложной Систематизации Этого Знания Появилась Оценка Достоверности Научных Результатов Быстрый Поиск Нужных Публикаций Однако Достижения Научного Прогресса Доступны Далеко Не всем Членам Общества Электромобили Искусственный Интеллект Роботы Персонализированная Медицина И другие Технологические Новинки Становятся Игрушкой И развлечением Для очень Богатых Стран В то время Как Издержки Производства Этих вещей Выпадают На страны Третьего Мира Наука В капиталистических Странах Сейчас Развита Как бы Избыточно По отношению К нуждам Господствующего Класса Капиталистов А ниоткуда Больше Наука Поддержки Получить Не может Только У того Кто силен Кто Господствует Такой Порядок Вещей Не слишком Стимулирует Развивать Так сказать Немодные Направления Хотя Именно Они Могут Стать Фактором Бурного Прогресса В более Отдаленном Будущем И Этот Порядок Вещей Не единственно Возможный Существует И другой Способ Производства Коммунистический В СССР И КНДР Он смог Развиться До масштаба Государства В КНР Во Вьетнаме В Лаосе И на Кубе Коммунистическое Производство Значительная Часть Экономики При этом Способе Производства Наука Как и Производство Работает Не хаотично А планомерно И может Себе Позволить Долгосрочное Планирование Фундаментальные Науки Именно за счет Длительных Экспериментов Выявляют Законы Природы И общества На их Основе Прикладные Науки Создают Новые Технологии И изобретения Это Повышает Производительность Труда За счет Чего У работников Становится Больше Свободного Времени А цены На продукцию Снижаются Рост Благосостояния И рост Производства Гораздо Лучше Влияют На научный И технический Прогресс Чем Экономическая Стагнация И упадок Несколько Ролей Науки В России За прошедшие Века Санкт-Петербургская Императорская Академия Наук Была Учреждена В 1724 Году Указом Петра Первого Сноска Номер Пять Смотри Ссылку На сайт Российской Академии Наук На тот Момент Академия Представляла Собой Не более Чем Клуб Ученых Российская Империя Была Феодальной Аграрной Страной А использование Науки В производстве Было Весьма Ограниченным Например Благодаря Науке Создавались Проекты Военных Кораблей После Февральской Революции 1917 Года Академия Была Переименована В Российскую Академию Наук К 1925 Году Она Выросла Вчетверо Стала Общесоюзной И Получила Название Академии Наук СССР За считанные Дни До Окончательного Разрушения СССР В 1991 Году Ее Вновь Переименовали В Российскую Академию Наук Но В своей Сущности Российская Академия Наук Все еще Советская Так как Она Была Неотъемлемой Частью Именно Советской Экономики Когда В интересах Науки Строились Целые Города И Потому От Науки Требовалось Работать В связке С Экономикой Прежде Всего С Промышленностью И Сельским Хозяйством В Нашей Стране В 1917 1936 Годах Был построен Социализм То есть Общество Перешло В первую Фазу Коммунизма В самый Начальный Период Был воплощен В жизнь Знаменитый План Гойл-Ро И Электрификация Стала Основой Для дальнейшей Индустриализации И для Мощного Рывка В развитии Науки Тогда Начала Складываться Самая Быстрая Система Внедрения Научно-технических Достижений Фундаментальная Наука Отраслевая Наука Опытные Производства В том числе Заводские Лаборатории Серийные Производства Недостатком Тогдашней Системы Было Относительно Слабое Взаимодействие Между Отраслями И Предприятиями Взаимовыгодное Развитие Науки И Производства Было Настолько Мощным Что СССР За 16 Послевоенных Лет Совершил Громадный Прыжок От руин До космоса К 1949 Году Советский Союз Создал Собственное Ядерное Оружие К 1954 Году Первую В мире АЭС В 1957 Году СССР Запустил В космос Первый В мире Искусственный Спутник Земли А в 1961 Году Двух Первых Космонавтов Сила И слабость Социализма Была в том Что Политическая Надстройка Влияла На экономический Базис Сразу же Прямо И Непосредственно В 1961 Году Произошла Политическая Контрреволюция 22 Съезд КПСС Изъял Из новой Программы Партии Диктатуру Пролетариата После этого Начался Переходный Период К капитализму Итогом Которого Стала Социальная Контрреволюция 1980 Годов Сноска Номер 6 Цитата Однако Вернемся К современной Буржуазной России Которая Как известно Является Преемницей Советского Союза У нас В Советском Союзе Был Социализм То есть Коммунизм В низшей Фазе А сейчас В России Капитализм Значит У нас Произошла Социальная Контрреволюция Остается Выяснить Ее Период Началась Она С Политической Революции Если Социалистическая Революция В политической Надстройке У нас Произошла В октябре 1917 Года С установлением Диктатуры Пролетариата То Политическая Контрреволюция Произошла В октябре 1961 Года Когда 22 Съезд Правящей Коммунистической Партией Советского Союза Принял Новую Партийную Программу Из которой Диктатура Пролетариата Была Изъята Это Было Началом Перехода Опять К диктатуре Буржуазии Не случайно Уже В следующем 1962 Году В Новочеркасске Были Расстреляны Рабочие Выступившие Против Понижения Расценок И повышения Цен Если Диктатура Пролетариата Записана В программе Партии То Ее Может И не Быть Правильно? А А вот Если Она Выбрасывается Из программы Партии Ее Уж Точно Не Будет В программе Партии Написанной Лениным От которой КПСС Отказалась В 1961 Году Было Записано Что При дальнейшем Росте Производительности Труда Необходимо Осуществить Переход К 6-ти Часовому Рабочему Дню С обязательством Каждого Работника Два Часа Уделять Ежедневно Обучению Военному Профессиональному Искусству И практическому Обучению Техники Государственного Управления Это означало бы Реальное Осуществление Диктатуры Пролетариата Программу Эту Не Выполнили И При Хрущеве Выбросили Произошла Политическая Буржуазная Контрреволюция И Началась Социальная Контрреволюция Которая Завершилась К началу 90-х Годов Полной Ликвидацией Общественной Собственности На средства Производства И Установлением Капиталистической Системы Хозяйствования Соответствующим Преобразованием Всей Системы Общественных Отношений Политической И Идеологической Надстройки Конец Цитаты Смотри Попов Михаил Васильевич Социальная Диалектика Санкт-Петербург Издательство Политехнического Университета 2014 Год Страницы 266 267 Конец Сноски Начался Переходный Период К Капитализму Итогом Которого Стала Социальная Контрреволюция 1980-х Годов К 1991 Году Она Завершилась Полной Ликвидацией Общественной Собственности На средства Производства Установлением Капиталистической Системы Хозяйствования С Соответствующим Преобразованием Всей Системы Общественных Отношений Политической И Идеологической Надстройки Сторонники Капитализма Были Заинтересованы И в Разрушении Советской Науки Так В 1988 1989 Годах Науку Перевели На Хозрасчет То есть Обязали Институты Заключать Договоры С предприятиями Самостоятельно А Государство От снабжения Науки Самоустранялось Часть Научных Сотрудников Ушли В частные Научно-технические Организации Там Были Выше Зарплаты Однако Мелкие Организации Не могли Сами Формировать Научно-технические Заделы В Фундаментальных Исследованиях Снизился Объем Исследований Все Это Снизило Общий Научно-технический Уровень Страны Но Это Было Только Начало В 1990-е Наука И вовсе Осталась Без Финансирования Сноска Номер 7 Смотри Клеева Л.П. Кулагин А.С. Перевод Научных Организаций На хозрасчет В 1988 1989 Экономическая Политика Номер Третий 2013 Год Страницы 84 106 Было Закрыто Порядка 800 Отраслевых НИИ В результате Отраслевая Наука Перестала Существовать Как Единое Целое Сноска Номер 8 Смотри Бояринцев В.И. Фионова Л.К. Война Против Разума Глава 2 Остались Лишь Самые Крупные Институты Например ЦАГИ ЦАГИ И НАМИ НАМИ Прошли Масштабные Сокращения Кто-то Не дожидался Их Увольнялся Сам Множество Лабораторий Просто Закрыли Как и На заводах России В науке Произошел Разрыв Между Поколениями Одни Пишут Что первыми Уходили Старшие А другие Пишут Что первой Уходила Молодежь Сноски Сноски Номер 9 И 10 Семенов ЕВ Человеческий Капитал В российской Науке Шепелев ГВ Динамика Численности Кадров Науки При переходе От СССР К Российской Федерации Управление Наукой Теории Практика Том 2 Номер 4 И молодым И опытным Работникам Нужно было Кормить Семьи Это было Важнее Научной Работы Таким образом Контрреволюция Прямо Повлияла На состояние Науки В России Далее В науке Ввели Грантовое Финансирование А ученых Принудили Публиковать Свои Работы В заграничных Научных Журналах Почему Так Произошло Можно разобраться Только с точки Зрения Экономики После Разрушения СССР Вся Экономика России Была Поставлена В зависимость От Империалистических Соединенных Штатов Америки То же Произошло И в Науке Вся Академия Наук Издавала Научные Работы В крупнейшем В мире Издательстве Наука В 1990 Оно Было Раздроблено На Отдельные Коммерческие Организации Зависимые От Американского Издательского Бизнеса Большая Часть Организации Разорилась А Центральная Была В кавычках Спасена От Банкротства Ее Сделали Бюджетным Учреждением Смотри Сноски 11 12 13 И 14 История Издательства Наука Статья Начали Активно Психологически Давить Россия Лишается Старейшего Научного Издательства Все Ради Американской Мечты Статья Издания Лента Ру От 19 Июня 2018 Года Совет Федерации Попросит Прокуратуру И ФСБ Проверить Издательскую Деятельность Российской Академии Наук Цитата По РБК От 29 Июля 2017 Года Для того Чтобы написать Качественную Научную Работу Научному Сотруднику Нужен Материал Например Результат Экспериментов Для Получения Материала Нужно Оборудование Реактивы Кому-то Еще и Электричество И Вода И в Конечном Итоге Все Упирается В Финансирование Наши ученые Находятся В уязвимом Положении С одной стороны Бюджетного Финансирования Науки Катастрофически Мало С другой Чтобы получить Грант Нужно иметь Публикации В зарубежных Журналах С высоким Рейтингом То есть В западных Многие Научные Сотрудники Из-за этого Вообще Не отправляют Работы В российские Научные Журналы Из-за этого Последние Не выдерживают Конкуренции С так называемым Мировым Уровнем Таким образом Мы выяснили Что Россия Находится На периферии Научно-технического Прогресса По причине Политической Контрреволюции В результате Чего Вся ее Экономика Промышленности Наука Оказались В финансовой Зависимости От Империалистического Капитала США Единственной Империалистической Державы Сноски 15 и 16 Шамардин В.И. История Развития Американского Фашизма Фонд Рабочей Академии 2023 Год Попов М.В. О фашизме На экспорт Статья На сайте Фонда Рабочей Академии Россия Не Азия И не Африка В России Рабочая сила Не может быть Дешевой И поэтому Западный капитал Заинтересован Не в развитии Промышленности России А в получении Дешевого Сырья Пока не будет Прямой Заинтересованности Капиталистов В действительном Развитии Промышленности Нашей страны То не будет В ней И развития Науки В развитии Производства Сейчас Заинтересован Только Рабочий Класс Следовательно Только Его Классовый Интерес Соответствует Интересам Научного Сообщества Положение России И Российской Науки К Текущему Моменту Без Отраслевой Науки Сейчас Практически Невозможно Внедрять Плоды Науки В производство В кавычках Успешные Научные Организации Фактически Делают Двойную Работу Которую Ранее Делали Две Организации Прикладная И Отраслевая В малых Масштабах Это выглядит Как Высокая Продуктивность Работы В больших Масштабах Российская Промышленность Организована Хаотично Плоды Фундаментальных Наук Внедряются В экономику Лишь В частном Порядке По Счастливому Стечению Обстоятельств Безо Всякой Системы Кроме Того Это Бывают Полностью Или Отчасти Зарубежные Плоды Для Длительной Бесперебойной Работы Научно-исследовательских Институтов Недостаточно Только Государственного Бюджета И ученые Тотально Зависят От Грантов Гранты Распределяются На конкурсной Основе Особимой Фондами Институтами Развития И.Р Система И.Р Была Учреждена В 2006 Году И Существует До сих пор Она Финансируется Государством Причем Суммы Несопоставимые С бюджетом На нужды Науки В 2006 2021 Годах Более 965 Миллиардов Рублей Подсчитали Ведомости Сноска Номер 17 Институты Развития Провалили Инновации Статья Газеты Ведомости От 2 Марта 2021 Года Там же Сообщалось Что Имеющегося Финансирования Науки Недостаточно Для Технологического Прорыва А численность Занятых В НИОКР Исследователей Достигла Исторического Минимума В 1991 Году Их было В четверо Больше Чем Сейчас Шанс Получить Грант Через И.Р Зависит От Индекса Хирша То есть От числа Публикаций В научных Журналах Издательская Политика Которых Напрямую Управляется Из США В конечном Итоге Грантовая Система Позволяет США Сдерживать Развитие Российской Науки Так же Как кредитная Система Позволяет Сдерживать Развитие Российской Промышленности В таких Условиях Противостояние США И России Похоже На борьбу Нанайских Мальчиков Где Обоими Мальчиками Управляет Один Так сказать Взрослый Финансовый Капитал США Научно-технический Прогресс Вообще Не должен Зависеть От публикаций В заграничных Журналах Это Подрывает Государственную Безопасность А всю Российскую Академию Наук Ставит В зависимые От зарубежных Коллег И потому Уязвимые Положения Рассмотрим Статистику Финансирования Научных Исследований На примере Российского Научного Фонда Сноска Номер 18 Отчет Российского Научного Фонда За 2021 Год Создавая Фундамент Будущего Конец Сноски Тройку Лидеров 2021 Года Составляют Инженерные Науки 18,6% Химия И науки О материалах 18,6% Физика И науки О космосе 14,1% Смотри Рисунок Номер Один Распределение Поддержанных Проектов По областям Знания Из Отчета РНФ За 2021 Год Математика Математика Информатика И науки О системах 9% Физика И науки О космосе 14,1% Химия И науки О материалах 18,6% Биология И науки О жизни 12,3% Фундаментальные Исследования Для медицины 9,1% Сельскохозяйственные Науки 2,8% Науки О земле 6,8% Гуманитарные И социальные Науки 8,7% Инженерные Науки 18,6% Это Именно Те Науки Которые Позволяют Увеличить Прибыль От Производства Важно Что у них Имеются Пути Для быстрого Внедрения К примеру Инженерные Науки Это Почти Всегда Работа На Конкретные Предприятия И Отрасли Группа Биология И науки О жизни Оказалась На четвертом Месте Внутри Этой группы Тройку Лидеров Предсказуемо Образуют Молекулярная Биология Протеомика И Биофизика С одной стороны Эти направления Популярны С другой Их результаты Широко Используются В медицине Сельскому Хозяйству Так сказать Досталось Менее Трех Процентов Сельскохозяйственная Наука Десятки Лет Находится В положении Нищего После Разрушения СССР И само Сельское Хозяйство Оказалось В упадке А ведь От сельского Хозяйства Зависит Продовольственная Безопасность И здоровье Граждан Если Поддерживаться Будут Только Так сказать Модные То есть Популярные В данный Период Времени Исследования И в частности Неокр То наша Страна Может потерять Десятки Уникальных Направлений Которые Могут Привести К прорывам В более Далеком Будущем Один Из примеров Биолого-регенеративные Системы Жизнеобеспечения Для Освоения Космоса В СССР Такая Система Была Разработана Но Пришла В упадок В 90-е Годы США Разработка Обернулась Сокрушительным Провалом В КНР В настоящее время Успешно Создаются Сразу Две Системы Россией Досталось Богатое Советское Наследие Которое Год за годом Целенаправленно Разрушалось Вместе С производственными Цепочками Была Разрушена И система Отраслевой Науки В результате Наша страна Полностью Зависит От импорта Продукции Технологий И оборудования Того самого Мирового Уровня Оборонная Промышленность Уже Смогла Воссоздать Отраслевые НИИ Поэтому Ее Зависимость От импорта Меньше Чем в остальной Экономике Посмотрите У нас И телефоны И бытовая Техника И сельскохозяйственная И автомобильная Техника И приборы Для научных Исследований Практически Все Импортного Производства Для того Чтобы не просто Не отставать От научно-технического Прогресса Но и быть Впереди Уже Не обойтись Без долгосрочного Планирования Экономики На уровне Государства Нужно Восстановить И отраслевые Институты И всю Цепочку Производства Советского Времени На современном Технологическом Уровне Ведь Отраслевая Наука Это Новые Станки Приборы Технологии То есть Те самые Инновации По которым Россия Отстает Опора Науки И пути Ее Выхода Из Кризиса С 1917 Года Мир Вошел В эпоху Пролетарских Революций Эпоху Перехода От Капитализма К Коммунизму На сегодняшний день В мире Существуют Не только Капиталистические Страны Во главе С единственной Империалистической Державой США Но и ряд Социалистических Стран КНР КНДР Вьетнам Лаос И Куба Также Как при Капитализме Наука Служит Целем Капиталистического Производства Так и при Социализме Наука Служит Целем Коммунистического Производства Целями Коммунистического Способа Производства Являются Всестороннее Развитие И полное Благосостояние Всех Членов Общества Между Капиталистическими И социалистическими Странами Идет Непрерывная Борьба Это Также Отражается И на Научно-техническом Прогрессе В мире Человек Своим Трудом Охватил Всю Планету И Научно-технический Прогресс Зависит От того Каким Образом Осуществляется Трудовая Деятельность Это Означает Взаимозависимость Науки И Экономики Что Отражено Например В корреляции ВВП И Научных Публикаций Смотри Рисунок 2 Рисунок 2 ВВП И Количество Научных Публикаций За 2020 Год Капитал Прежде всего Финансовый Капитал США Использует Науку Для получения Прибыли В масштабах Всей Планеты И мы Закономерно Получаем Глобальные Экологические Проблемы Пандемии Новых Инфекций И Войны На экологические И медицинские Проблемы Постоянно Влияет И Анархия Производства И Недоступность Здравоохранения Для Трудящихся И Неоколониализм Помимо Прочего Целые Страны Используются Как Свалки Европейских И Североамериканских Отходов Социалистические Страны Используют Науку И Производство В соответствии С целями Коммунистического Способа Производства Не только У себя Но и Во внешней Политике Например Китай Победил Бедность Ведет Политику По снижению Бедности В Африке А в последние Годы Сумел Увеличить Площадь Лесов На своей Территории Сейчас Принято Научный Успех Считать В количестве Научных Работ В престижных Международных Научных Журналах Которые Кстати Принадлежат Издательствам США И другим Западным Странам Китай И здесь Умудрился Выйти Вперед Смотри Рисунок 2 Этот Успех В науке Не только В количестве Публикаций Но и В количестве Выданных Международных Патентов Обусловлен Долгосрочным Планированием Смотри Рисунок 3 Сноски 22 И 23 Сноска 22 Китай Обогнал США Не только По количеству Но и По качеству Научных Работ 10 Августа 2022 Геннадий Детинич Сноска 23 Пожилого Н.А. Правовые Основы Осуществления Финансирования Науки Технологий И инноваций В Китае Вестник Университета Имени О.Е. Кутафина МПОА Страницы 183 190 Рисунок 3 Доля Международных Патентов В зависимости От страны 2010 И 2020 Годы Доля США В 2010 Году Приблизительно 15 Процентов В 2020 10 Процентов Доля ЕС В 2010 Году Приблизительно 11 Процентов В 2020 Приблизительно 8 Процентов Доля Республики Корея В 2010 Году Приблизительно 10 Процентов В 2020 10 5 Процентов Доля Японии В 2010 Году Примерно 35 Процентов В 2020 Году Примерно 15 Процентов Доля Китая В 2010 Году 15 Процентов В 2020 Году Почти 50 Процентов Нас Пытаются Убедить В том Что Единственный Возможный Порядок Вещей Это Конкуренция Между Учеными За Финансирование Причем Самые Большие И Вкусные Куски Финансового Пирога Должны Принадлежать Самым Успешным И Известным Ученым Коллективом Институтом И Государством Так Оно Сейчас И Есть Однако Это Происходит Только При Хаотичном Стихийном Распределении Сил И Ресурсов То Есть Ситуации Когда Этот Процесс Никем И Ничем Не Контролируется И Не Планируется Но Конкуренция Прогрессу Не Помогает А Напротив Тормозит Его В Научно-исследовательской Деятельности К успеху Приводит Поддержка Одновременно Нескольких Групп Работающих Над Одной Задачей Это Когда-то Называлось Соревнованием К примеру Нескольких Конструкторских Бюро При Разработке Самолетов И Космических Аппаратов В СССР Смотри Сноску 25 История Отечественной Авиапромышленности Серийные Самолетостроения 1910-2010 Годы Под общей Редакцией Д.А. Соболева Москва Издательство Русавия 2011 Год Страница 170-173 Среди Современных Примеров В КНР Функционируют Две Лаборатории По Экспериментальному Мудээра Среди Современных Примеров В КНР Функционируют Две Лаборатории По Экспериментальному Моделированию Биолого-технических Систем Для Освоения Космоса В Пекине Лунный Дворец И в Шэньчжэне И обе Выдают Множество Идей И научных Работ Российская Академия Наук Уже Много Лет Предлагает Правительству Перейти На Долгосрочное Планирование Развития Российской Экономики Производства И Науки Однако Реализация Любого Такого Плана Упрется В частную Собственность На землю И средства Производства Желаемый Прогресс Останется Лишь На бумаге Буржуазное Правительство Не станет Уничтожать Частную Собственность Добровольно Подобное Планирование Способно Осуществить Только Государство Диктатуры Пролетариата Действующее Без Оглядки На частные Интересы Собственников И Кредиторов Будущие Науки Неразрывно Связаны С Будущим Россией В Современных СМИ Можно Найти Тысячи Пространных Рассуждений О Грядущей Революции Научной Технологической Или Научно-технической К примеру Ведомости Писали о Четвертой Промышленной Революции Основанной На промышленных Процессах Без участия Человека На основе Так называемого Интернета Вещей То есть Машины Будут Так сказать Общаться Между собой Через Интернет Как говорится Позабыты Хлопоты Остановлен Бег Вкалывают Роботы А не Человек Журналисты И ученые Рассуждают О том Как же России Не отстать Как же Вступить В это Светлое Будущее Да еще И наравне С передовыми Странами Запада С учетом Вышесказанного О положении России Такое Путешествие В будущее Весьма Затруднительно Для такого Существенного Подъема Производительности Труда Необходима Повсеместная Автоматизация Труда Это При капитализме Приведет К многократному Росту Безработицы И Собственники Не смогут Извлекать Прибыль Из эксплуатации Рабочих Из этого Легко Сделать Вывод Лишь Сверх Богатым Странам Светит Роботизация А вот Остальному Миру Этот Прогресс В кавычках Несет Только Новые Грабительские Войны Подобные Вторжению Армий НАТО В Югославию Ирак И Сирию Несмотря На разговоры О грядущей Революции В науке И технике На практике Никакого Скачка На новый уровень Организации Производительных сил Не происходит Предыдущий Подобный Скачок Произошел Не сам По себе А вместе С расцветом Капитализма Империализм Он же Стал Класса И этот Переход Начинается С Социалистической Революции Именно Рабочий Класс Заинтересован В прогрессе И в таком Развитии Науки Благодаря Которому Будут Улучшаться Условия Труда И Расти Благосостояние Именно Рабочий Класс Заинтересован В том Чтобы Достижения Науки И техники Не использовались Против Трудящихся А любое Капиталистическое Государство Будет Противостоять Социалистической Революции Любыми Способами Научным Работникам Надо встать На сторону Прогресса Заключить Союз Не с Буржуазным Государством И не с Бизнесом А с Рабочим Классом Стать Интеллигенцией Которая Служит Не капиталу А Рабочему Классу И начать Эту службу С того Чтобы помочь Рабочему Движению Осознать Свои Коренные Интересы Присоединяться К Рабочей Партии России Конец Статьи